смотрите путин с вами тоже танцует смотрите на коньках только все что он делает то есть ты одобряешь что он напал на соседнюю страну украины убивает там людей он напал ну а кто россия напала на украину очагов тв представляет команда 1 стрелецкой роти 3 окрема стрелецкого батальону просить вас у допомоги в придбанной крайне необходимого обладнания це радіостанции моторола та комплект батарей это очень важный внесок у поднятки боевого духу нашего подраздела та величезному кроку до нашей перемоги слава украине мы переможем вот это совсем другой разговор вот это совсем другой разговор смотрите путин с вами тоже танцует смотрите на коньках только откуда вы такие веселые чуваки ну что говорить будете откуда вы такие веселые москва москва а сами вы откуда как коренной московский я не понимаю ты понимаешь как контент делать делай контент гуляй вот это совсем другой разговор делай контент и гуляй вот это совсем другой разговор ну понятно это было это было танцевальная пауза я думал будет какой-то разговор но это было просто танцевальная пауза что сзади не вижу да кто молодец а зачем это сделали ну это не сделал это я с интернета как ты думаешь что это означает вот объясни своей подружке а вы объясните что это означает не ну подожди вот мне твое мнение интересно давай объясни пожалуйста а потом я скажу как я считаю сначала скажите а потом я скажу не ну слушай я же тебя первый попросил ну вот поэтому давай объясни а если я с тобой не соглашусь я объясню как я это давай но мне кажется то что тебе кажется нет то что типа ну блять то что там за зеленского короче ну то что блять путина да ты знаешь вот вот последнее предложение обосрали этим путина да не я вот это знает что это си цзинь пинь это первое лицо китая зачем ты вышла блять и тупая нет не ругайся матом что ты ругаешься ну потому что немного тупит она и я понимаю слушая у вас принято в россии вот девочки вот такие вашего возраста ругаются во всю матом это нормально считает а почему нет нет я тебя спрашиваешь спрашиваю это считается нормально или нет в твоей среде но для меня нормально слушай а вот и знаешь что у вас законом даже запрещено я из калифорнии знаешь где калифорния где у слушай я вижу час ты с географией дружишь карагандии калифорния совершенно под карагандой точнее да карагандинской области а вы что-то хотели спросить ну все что я хотел спросить я у тебя уже спросил нет вы что-то я вас перебила тогда извините правду вы что-то хотели спросить по поводу чего напомни мне не помню что-то хотели спросить я тебе я спросил меня удовлетворил твой ответ что путина вот ты знаешь кстати что он объявлен международным военным преступником в мире путин ваш слышал и как-то к зеленкой марша что я не знаю кто такая зеленка 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 еще называют как деревья листьями покрываются называется зелен ну хорошо ради бога зеленский это легитимно выбранный президент украины выбранный большинством голосов а путин как ты думаешь он выбран большинством голосов которые уже 24 год у вас на шее сидит думаю да слушай а тебя не смущает что-то подождите подождите а вы где раньше жили я родом из россии вообще а почему переехали калифорнию ну потому что в таком дерьме как россия сегодняшняя жить не хочется а когда переехали о давно 25 лет назад почти а вас не смущает смотри ведь путин был президент уже задолго до твоего рождения правильно тебя не смущает то что президент всегда путин президент всегда у россии тебя не помещая я люблю своего президента я уважаю а вот это что то что он делает а что делает хорошего для россии думаю у меня он хорошая что он что он сделал для тебя хорошего можно узнать ну для стран и много что он сделал что для страны он сделал много хорошего перечисли пожалуй. А что Зеленский сделал много хороших? То есть у тебя нет ответа, я правильно понял? У меня есть ответ, но я просто спрашиваю, что Зеленский сделал? Ну, слушай, ты ответь на мой вопрос, потом я тебе отвечу на твой. Давай по очереди как-то. Нет. А, видишь? Я не хочу так. Я понимаю, потому что у тебя нет, ты затрудняешься с ответом, тебе нечего ответить. Я это понимаю. Потому что Путин, кроме того, что врет постоянно, увеличивает вам пенсионный возраст, он ничего хорошего для страны не сделал. И ты это знаешь. И тебе стыдно в этом признаться, поэтому ты пытаешься лавировать. Не ругай сама там. Чего ты ругаешься? Вы просто меня не слышите. Но если я хочу ругать сама там, то я буду... Хорошо. Как я тебя могу слышать, если ты мне не даешь ответ на мой вопрос? Я говорю о том, что я горжусь своим президентом. Что Путин сделал хорошего? И вы задаете... Если я сказала то, что мне нравится мой президент, то в чем вопрос еще? Вопрос, чем он нравится, что он хорошего сделал для России? Всем. Для меня всем. Что конкретно он сделал... Для меня всем, что он сделал, для меня всем это хорошее. А, то есть все, что он не делает, ты одобряешь, правильно? Все, что он делает, я одобряю. Да, все, что он делает, ты одобряешь, правильно? Да, да. То есть ты одобряешь, что он напал на соседнюю страну Украины и убивает там людей, правильно? Он напал? Не знаю. Ну а кто? Россия же напала на Украину, конечно. Вас не слышно немного. Ведь Россия напала на Украину, правильно? А Путин, он царь российский. Россия напала на Украину? Нет? Сейчас не на территории Украины идет война? Честно, мне смешно. А кто напал на Украину тогда? Вас слышно плохо. Кто напал на Украину, скажи, пожалуйста? Слышно плохо, от этого не лучше стало слышно. Кто напал на Украину? Жалко. Прервалось. Ой, что в голове у этих девочек, блин, капец. Просто невозможно представить, что у них в голове. Каша пополам с дерьмом с каким-то. И вот этот мат, это же дети. У них нормально слово через мат. Меня это коробит, я не знаю. И кто бы не говорил, что вот это современные веяния, нет. Мне по приколу, там, этот, юношеский сленг, там, и так далее. Все это я воспринимаю абсолютно нормально. Более того, это прикольно иногда. Но вот это грязное, матерное, просто в бытовом разговорном языке у детей считать нормой, я считаю, что это совсем неправильно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.